Автомобиль увозит красавицу Нину в неизвестном направлении. Необычный автомобиль, необычная конструкция сохранился в последних кадрах фильма «Кавказская пленница». Как говорят коллекционеры, в наше время таких машин сохранилось всего четыре. Редкая модель. Но ее необычность для нас еще и в том, что микроавтобус «Старт» был разработан и укомплектован силами Северодонецкого производственного объединения стеклопластик и Северодонецкой авторемонтной базы. Северодонецкое производственное объединение стеклопластик было создано в 1961 году. Это был первый в Советском Союзе мощнейший завод по производству изделий из нового синтетического материала – стеклопластика. Продукция завода отправлялась не только в Республики Союза, но и по всему миру. Ни одна подводная лодка атомная, ни одна ракета без нашей продукции, БТР, они не могли действовать. Ракета не взлетит, лодка не поплывет и так далее. Что имеется в виду? Ракеты «Земля-Земля», «Земля-Воздух» хранились в ящиках. Мы выпускали ящики, контейнеры для хранения ракет. Теперь атомные подводные лодки, когда пошли, там должны быть аккумуляторы, когда они находятся под водой. И мы аккумуляторные баки выпускали. Мы поставляли их в Ленинград, в места, где строились подводные лодки. Один из таких элементов ракет, как «Земля-Воздух», «Земля-Земля», космических ракет и так далее, было такое изделие УТВ, ультра-тонкое волокно, толщина 0,0 микрона. Это идеальный термо- и звукоизолятор. Поэтому они применяли даже в тех ракетах боевых и в ракетах, в которых спутники запускают, ну вот в таком смысле. Такой продукции было много. Также выпускались товары широкого потребления. Рыбаки до сих пор помнят удобные лёгкие лодки и катера, выпускаемые на предприятии. Как говорят работники завода, они были первопроходцами, пионерами на новом производстве. Поэтому постоянно экспериментировали, изобретали, делали и испытывали новую продукцию. В опытной экспериментальной цехе мы, собственно говоря, пробовали идеи, брали эти идеи с Европы. Кстати, в ГДР делали автомобили. Трабан называют, это микроэлитражки, такие, как типа нашего Запорожца. И они массовые были. И у нас на предприятии тоже была попытка такая, значит, сделать, попробовать технологию. Там, кстати, кузов этого Трабана был стеклопластика. Технология была. Мы, кстати, часть опробовали их. Там идея была какая, стекловолокна делать форму этого кузова, потом пропитать его. А она просто, сама технология, это чисто взять стекло, основу, то ли ткань, то ли волокно, то ли пропитать смолой и сделать любое изделие. У молодых и инициативных работников завода родилась идея создания собственного автомобиля. Сказано – сделано. Художником-конструктором Юрием Андросом был разработан внешний дизайн автомобиля. Он скульптор, чувствовал материал, любитель, автолюбитель был. Он решил, там не ловно, группа ребят была, молодых, энтузиастов. Давайте сделаем автомобиль, микроавтобус. Это чисто индивидуальная идея была. Давай сделали форму. Форму – это для того, чтобы сделать, необходимо сделать форму. И вот они с гипса делали болванку, грубо говоря, автомобиль. Какой они уже там дизайн свой придумали, придумали. И потом обратились к нам, давайте попробуем сделать. У нас поддержка была. Тогда и Шевченко, председатель облсполкома, он такой человек был, поощрял всех людей в этом палате. Ну давайте, так давайте. Вот с этой болванки, с этой гипсовой формы отформовали контур. Буквально за три часа, допустим, человек пять формовщиков, значит, с этой, как с глины, с этой пластика вылепливают этот материал. Идет процесс полимеризации. На следующий день эту форму рассоединяют опять на эти части. Вот. И получается изделие. Можно сказать, что это был самый необычный автомобиль, который выпускался на территории бывшего СССР. Отчасти он напоминал роскошные западные автомобили того времени. И в то же время в нем было нечто космическое. Что-то из далекого будущего. Справа у старта было две двери. Слева одна. В автомобиле был выступающий багажник, что характерно для машин типа седан, но не для микроавтобусов. Комплектующие элементы в машине от 21-й «Волги». Передние поворотники, задние фонари, дверные ручки, а также руль, рулевая колонка с рычагом переключения скорости, приборы на передней панели автомобиля. Пассажирский салон отделен от водительского кресла столиком, но столик необычный. Под ним располагался двигатель, тоже от 21-й «Волги». Также был небольшой шкафчик и в багажнике предусмотрен походный умывальник. Отличная машина для семейного отдыха. Мы когда сделали этот кузов, штук три мы сделали. И передали их, отвезли в Луганск, на авторомодный завод. Это уже сами конструкторы с поддержкой энтузиастов, властей Луганска, тоже, как говорится, престиж был там определенный. Собрали этих штук три, по-моему, автомобили. Итак, первая машина собрана. И в декабре 1963 года она была продемонстрирована на коллегии Госкомитета автотранспортного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Также автомобиль занимал свое почетное место и на выставке достижений народного хозяйства. Старт произвел фурор и получил одобрение свыше. Северодончане вернулись окрыленные с намерением начать производство автомобиля. Для этого был выделен цех в рубежном, началось мелкосерийное производство и в Луцке, чуть позже машины собирались и на Луганском автосборочном заводе. Производство подобных машин не серийное, поэтому на улицах страны их было мало. Если где-то проезжал старт, то неизменно привлекал к себе внимание. Довольно комфортный автомобиль, я должен сказать. И необычный. Таких машин, когда она ехала, все оглядывались, смотрели, подходили. Это вполне естественно. Вообще, как средство передвижения, оно было для того времени неплохим. Однажды был такой случай. Выезжая с проходной предприятия от ворот, по каким-то причинам водитель врезался в кирпичную стенку. Естественно, он повредил крыло. Если брать обычный металлический автомобиль, это надо было резать, крыло срезать или варить. Целая система. А это очень просто. Он сделал это дело утром, в обед он уже ездил. То есть, обрабатывалась эта вмятина, накладывался стол методом контактного оформления и получали, подкрасили автомобиль. Водители, те, кто имел подобные автомобили, очень довольны были. Новый автомобиль заказывали, покупали различные организации для своих нужд. Кстати, после съемок «Кавказской пленницы» руководство Мосфильма заказало три микроавтобуса. Один из них сейчас находится в Мосфильмовском музее транспорта. Люди их не покупали, однозначно. Но, как правило, у нас в городе их три было, по-моему, те, которые ходили. Были на заводе сначала, а потом в Рашеловград отсылали, в Киев. Но я не знаю, кому. Это уже, ну, как вам сказать, по распоряжению вышестоящих служб. Один из микроавтобусов был изготовлен и для нашего Луганского телецентра. Водители, которые работали в то время, отмечали легкий быстрый старт машины. А еще с таким автомобилем невозможно было оставаться незамеченными. И в командировках обязательно вокруг старта собирались любопытные, чтобы рассмотреть необычную модель. Вы знаете, на этом старте, как принято говорить, мы ездили от старта до финиша. Многие телевизионные спортивные передачи, в которых я участвовал, в Северодонецке, в Волчевске, в Беловодске, как он на спортивных соревнованиях. Мы ездили на старте. Это великолепный автобус, в который помещалось все и вся. Это, можно говорить, прототип Рафа, в котором ехали и было все уютно. Это наша советская модель, которая заслужила самых добрых слов и уважения. Хорошая машина, современная. Она даже, мне кажется, немножко советское время опередила, когда эта машина была на ходу и доставляла удовольствие тем, кто на ней ездил. Производство автомобиля из стекловолокна не стало массовым и постепенно начало сворачиваться. При всей трудоемкости процесса специалисты отмечают, что в машине все-таки есть преимущество перед ее металлическими собратьями. Чем она лучше была, она легче была, чем металл. Удельный вес пластика где-то 2,2-2,8, металла 7, это в три раза легче. А при авариях он трещину там сделает, он не мнется, он вибрирует, он своеобразный материал. Он деформировался, ее взял, замазал той же смолой. Это ремонт очень прост. Выпускался микроавтобус «Стар» до 1970 года. За 7 лет было произведено чуть больше 130 автомобилей. Потом производство было полностью прекращено. Автомобильное производство – это массовое производство. И эта технология, вот, она не может такое массовое изделие сделать. Если взять автозавод, он делает 600, миллион, это невозможно. Тем более смолы эти, они вредные, экологические, нехороший материал. Поэтому это вот эксклюзив какой-то. Сейчас стеклопластик, я смотрел, вот последние бои на «Американцы», там полностью сделан стеклопластик. А что такое самолет? Ну, три, четыре, там, сотни их. Вот в таком производстве, так сказать, уже можно и качество добиться, там, и все, что можно выжать с этого материала. Мало-серийное, а крупно-серийное производство, ну, практически проще с металла, это поставить на поток и сделать массовое производство. Хотя производство было прекращено, бывшие работники завода все-таки считают, что у автомобилей из стеклопластика есть будущее. И не нужно оставить окончательную точку в этом вопросе. Я вам скажу, конечно, надо было налаживать эту продукцию, но метод контактного формования, он бы себя не оправдал и нигде не оправдал. Но перспективно вообще наладить даже сейчас выпуск изделий машины стеклопластика, это во Франции Peugeot автомобили, вот вы возьмите, почитайте информацию, выпускается только из стеклопластика. Даже сейчас это, я думаю, перспективно и в будущем. Вот такая страничка истории. Попытка производства собственных автомобилей, увы, не совсем удачна. Теперь автомобили «Старт» сохранились лишь в частных коллекциях и музее «Мосфильма». По слухам, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать оставшиеся коллекционные модели. А еще нам на память остались заключительные кадры фильма «Кавказская пленница». И есть чувство гордости, что в любимом фильме едет наш автомобиль. «Кавказская пленница»